Крики тег наполнили спортивный зал шестой школы. Здесь проходит соревнование по дег-рэгби. Динамика такая, что за игроками не успеваешь следить. Это бесконтактный вариант регби, в котором вместо захвата нужно сорвать ленту с пояса соперника. О своей игре ребята рассказывают с большим удовольствием. Мне очень нравится, потому что это как тяжелая атлетика и легкая атлетика. Там можно побегать, только в простом регби надо захваты делать, а в дег-рэгби надо снивать ленты. Если в одну ленту, то дег, а если в две, дабл дег, либо просто двойной дег. Игрок без ленты, прежде чем вновь присоединиться к игре, должен получить свою ленту из рук соперника, прикрепить ее на пояс и только после этих действий присоединиться к своей команде. Участниками в ней могут быть как мальчики, так и девочки. У меня брат занимался, и как бы я подключилась. У нас семья спортивная. Самое крутое тут, что тут собираются на соревнованиях очень разные города. Акчинск, Зеленогорск, Канц и все остальные города тоже. Открытый новогодний турнир по тег-рэгби проводится в Канске традиционно. За это время даже успели вырасти кандидаты в мастера спорта. Несмотря на то, что в городе всего один тренер по данной дисциплине, развиваться она продолжает весьма активно. Уже четвертый или пятый кубок. И вот что за эти годы, какой показатель Канк? Расскажите о достижении. В Канск очень неплохо представлен. Ну, плохо, что я единственный тренер на этом отделении. Но уже подрастают поколения, учатся девчата, учатся ребята в Красноярске, в Москве. Есть кандидаты, мастера спорта в Канске. У ребят, занимающихся тег-рэгби, большие перспективы, рассказывает тренер. Так как все они являются потенциальными рэгбистами в будущем. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.